Итак, ребят, всем привет, взлетаем мы на просмотр сегодняшнего матча, и сегодня у нас играют The Throne и, ну, давайте их JOT назовём, J-O-T, наверное, так правильно будет называть. Встреча происходит в рамках 13-го сезона SIL-TV AM Series, и это Гранд Финал, Best of 5, The Throne имеют преимущество в одну карту, вот. Ну и смотрим, что у нас тут по пика банам, к сожалению, я буду опять забывать одну из команд, на этот раз это JOT, так как они не отметились, к сожалению, но и с The Throne всё попроще. Смотрим, Алхимик и Дум у нас в бане, также в бане Дум, господи, Undying и Винтер Виверна. Пока что, что стоит заметить, единственное, это бан Алхимика, я не знаю, с чем он связан, опять же, герой не особо успешен, на самом деле, то есть бан того же Невермора намного более приоритетная задача, как мне кажется, должна быть. И Квапу забирает The Throne себе, у них хороший мидер, начинают именно с него, опять же, да. Я бы взял, наверное, первым делом всё-таки какого-нибудь Хардлайнера, потому как их толковых по-настоящему меньше. Ну и мы видим, Слордар и Дазл отвечают команда JOT, или, ну не знаю, JOT, как-нибудь будем называть опять же их. Я думаю, я не обижу их, хотя, кто их знает. Слордар и Дазл явно выражены минус арморы есть, опять же, два очень плотных героя, вернее, как, ну Дазл-то сам по себе не плотный, но за счёт Грейва это достаточно интересная вещь. Плюс Слордар плотный, Amplify Damage минус армор отличный, плюс Дазл минус армор, ну, плюс прохил физушкой, так что неплохо. На Исталкера добрались я за Трон, и мы видим, в бан отправляется Невермор и Лич. А пока что у JOT мне нравится пик немножко побольше, опять же, да, есть Квапа, есть Нейт Сталкер, два очень серьёзных сейчас героя в этом патче, но мне как-то больше нравится всё-таки Слордар и Дазл. Мы видим, также в бан отправился Тускар. Тускар, да, хороший бан, и единственное, я бы забанил ещё Гирокоптера, но я бы его всегда банил, потому что я его терпеть не могу. Ага, Виндрэнджер. Добирает себе Виндрэнджер у нас команда, кстати, JOT, это Just One Team. Наверное, стоило произнести полностью название, и The Tron это полное название The Train, The Tron. Ну да, странненько немножко, но не суть. Ладно, смотрим, что у нас тут. Templar Assassin также отправилась в бан, да, хорошие мидеры, хотя я на самом деле не знаю. Видимо, расчёт на то, что Квапа это не мидер, хотя такое, конечно, возможно, и в последнее время мы это регулярно видим, но я предполагаю, что всё-таки это Queen of Pain будет именно мид, потому что, ну, это более привычно, хотя, опять же, хоть это EAM Series, тут ребята тоже любят довольно интересные вещи придумывать. Хотя, откуда мне знать, я на самом деле толком ни одной игры не смотрел у них, но давайте думать, как будто так оно есть. Дарк Сира добирает The Tron, и у них неплохой тоже пик, но, опять же, пока что мне кажется, что у JOT пик получше. Опять же, много физического дэмэджа, много подсейвов каких-то, то есть, Виндрэнджер это Виндран, который сложно с помощью, ну, как бы, Гирокоптер. Так вот, насчёт Виндрана, то есть, её убить сложно достаточно под этим скиллом, плюс есть Даззл, плюс есть Слардар, который сам по себе плотный, то есть, забрать их будет довольно плотно. Гирокоптер, ну, хороший, конечно, кир, я его, правда, терпеть не могу, но, на самом деле, он показывает свою эффективность, опять же, достаточно серьёзный АОЕ, плюс большое количество магического дэмэджа на ранних левелах, ну, и, естественно, огромное количество физиологии где-то в лейте. Но, опять же, ему нужно достаточно много артефактов, чтобы как-то эффективно себя показывать, потому как, ну, не знаю, лично я его терпеть не могу, и считаю, что он переоценён, но в последнее время команды научились им играть, и теперь это действительно хорошее оружие в руках, естественно, опытных владельцев, но... Посмотрим, настолько ли опытная команда JOT, ну, или JOT, давайте JOT их, наверное, называть, а то как-то затрон быстро звучит, а JOT, это как-то долго, наверное. Ну и смотрим. Так, остается минута в дополнительном времени, надо, наверное, начинать что-то пикать, опять же, на последний пик останется, скорее всего, фарм-герой, потому что, ну, я думаю, квапа всё-таки мид, потому что тут нету саппорта как такового, то есть квапа это точно, а мид нужно два саппорта сюда. Нет, один саппорт и фармящий герой, потому что, наверное, сталкер фармящий, это, естественно, не очень хорошая вещь, и уж тем более она вряд ли зайдёт как-то, хоть когда-либо. Так что сейчас, по идее, должен быть какой-нибудь саппорт или же интересный фарм-герой. Из фарм-героев осталось уйма всего, сларки, джиггернауты, антимаги, лансеры, ну, лансеры вряд ли возьмут, опять же, там много чего противного для лансера есть, но вот только то, что я перечислил, это уже приличный выбор. Возможно, они думают как раз над этими героями, но остаётся 30 секунд, надо принимать решение, опять же, будет ещё один пик, над которым тоже стоит подумать, но пока что... Ну, ой-ой-ой, ну я же сказал, что он не будет, ну почему? Фантом-ланцер появляется, да. Но будем считать, что мне заччётся это всё-таки как угананным пик, потому что, ну, я его назвал ни с того ни с сего, в принципе, и он появился. Фантом-ланцер. Теперь я даже не знаю, чем мне пик нравится больше, потому что хороший пик джот был разбавлен герокоптером, которого я не люблю, а тут появляется фантом-ланцер, который сам по себе очень серьёзное оружие, ну и мне нравится. Опять же, он... его трудно убить, но тут есть такие товарищи, правда, как Виндрейнджер и Свардар. Но, опять же, тут практически всё по одной цели, да, есть герокоптер, а всё остальное, как бы, ну, не вариант. И что, будут ли добирать какого-нибудь Шейкера? Опять же, Шейкер, в принципе, неплохо зашёл бы, он сам по себе неплохо заходит, но, опять же, с лансером, ну, неприятно он его, естественно, делает. Ладненько, смотрим, что у нас тут. Ну да, последний пик, опять же, нужен какой-то толковый саппорт сюда, по идее. Хотя, я не знаю, что здесь будет на самом деле. То есть, есть соло-мид Виндрейнджер, возможно, Слардар на трипле, но мне это не нравится. А, Шейкер отправился в бан, мы видим. Простите, у меня тут... Начальство, я думаю. Ничего страшного, если я секундочку пропущу. Ладненько. Огрмага добрала себе команда JVT, и это интересный пик, опять же, потому что, опять же, он редко заходит когда, но сам по себе герой очень плотный, плюс он очень хорошо стоит на харде, но здесь он, скорее всего, будет как саппорт. А вот саппорт угрмага мне не очень сильно нравится. Ну и смотрим, что у нас тут. Остается пять секунд дополнительного времени, надо принимать решение. Опять же, я бы взял... Нет, я бы не взял Шадоу Шамана. Было, как мне кажется, более интересное саппорта. Но Шадоу Шаман, это, опять же, будет серьезный пуш, возможно, но просто пушить-то больше некому, кроме Шадоу Шамана. Но, опять же, он и сам по себе неплохой пушер, но мне кажется, что может и не зайти. Плюс Шадоу Шаман, ну, очень сложно реализуем. Да, у него есть интересные скиллы, но их не так удобно использовать, как хотелось бы. Опять же, та же сеточка. Шейклз, по-моему, называется. Сейчас, давайте я посмотрю. Да, Шейклз. Не такая удобная, то есть ее поддерживать надо. Да, дизейбл хороший. Да, есть Хейклз, да, большой, очень неплохой нюк. Но, не знаю. Но будет интересное открытие, если его все-таки покажут как толкового героя. Опять же, это один из моих любимых героев. Ну, это скорее с точки зрения, как бы, воспоминаний каких-то ностальгических моментов. Потому что это был первый герой, за который я поиграл еще в первую доту. И вот Шеду Шаман, надеюсь, его покажут как-то в благоприятном свете. Но мы видим, что команды поделили руны и никаких ранних столкновений, судя по всему, не планируется. Опять же, я не уверен, почему именно Шеду Шаман. Было множество, огромное множество хороших других саппортов. Что, Дараксир попробует ли как-то что-то придумать? Вряд ли. Вряд ли Дараксир что-то будет делать, но может подставиться. Опять же, мы видим, что в Рошпите спряталась вся команда. Да, кстати, сокращенное название у The Train не очень удобное. Они как ТТ просто. Но сейчас я подумаю. Мы все-таки ТТ их будем называть или The Throne? Потому что тут... Ну, это такое. Давайте все-таки The Throne называть и Джот. Верка и Квопа забирают, соответственно, руны. Это, естественно, витеры. Сейчас все так делают, потому что, ну, с другой стороны, это самая выгодная ситуация. Ну и смотрим. Да, на трипле действительно стоит Даззл, Угромак и Геррокоптер. На Соло будет у нас стоять Слардар. Стоять он будет против Найт Сталкера, Уанцера и Шедоу Шамана. Это же как покажет себя Найт Сталкер на трипле, я не знаю, но, по идее, все у него будет в порядке. В миде будет Квопа стоять против Виндрейнджер. А, да, я не сказал, кто Соло будет у The Throne. Это Дарксир. Дарксир, по идее, будет стоять удачно. Да, тут есть... Ну, нет. Тут нет ничего такого. Тут нет каких-то очень серьезных дизейблов. Да, есть Стан, но он станет на одну или на полторы секунды. Здесь никакого дизейбла. Здесь будет замедло. То есть, теоретически можно подставляться. То есть, замедло для Дарксира это не такая опасная вещь. Квопа серьезно получала в миде, мы видим, на половину хп ее просадили. Ну, и что? Слардар. Разменивается по хп, на самом деле, возможно, зря. Лол. Зачем он сам себя сбил его? Ну, не знаю, возможно... Не знаю, зачем он себя сбил. В принципе, можно было серьезно харасить. Опять же, там воид быстро откатывается. Можно было попробовать даже забрать. Но забрать вряд ли бы получилось, на самом деле. Квопа терпит. Мы видим, что по крипстату она немножечко отстает, но полицию она получает регулярно. Опять же, я думаю, что надо более внимательно смотреть именно на мидлейн, потому что, ну, вполне возможно, тут будет происходить самая жара. Что у нас тут на боте? На боте Дазл гоняет Дарксира, и все хорошо. Так, Слардар. Найтсталкер ему на перерез идет, но, по идее, он не достанет. Ну, естественно, руну ему здесь никто тоже не отдаст. Руна сейчас... Если... Ну, хотя вряд ли. Тут никак не реализуешь. Если только хаста, можно было попробовать зайти в спину Виндрейнджера. Но это иллюзия. А иллюзия это такое себе. Ну, его гормак караулит руну. Судя по всему, он планирует отдать ее Виндрейнджер. Да, она откидывается и отходит за руной. Мы видим, что здесь намечался ганг в этот момент. Мы видим, что Найтсталкер и Шедоушаман перетягивали Змит. Пока что... Они не очень хорошие тайминги словили, потому что ВРК отошла. Но она возвращается, и посмотрим, будут ли они достаточно терпеливы и дождутся ли ее. Найтсталкер, судя по всему, нет. Опять же, по ВРК все еще нет инфы. Да, они уходят. Не дождались. И появляется Виндрейнджер. Но будет попытка выйти в Сталардара. У нее есть спринт, он левел один в Сталардар. Ну, естественно, спринт тоже. Так, пошло копье, юзайд спринт. Очень рано начал бычить, по-моему, Фантом Лансер. Я не знаю, зачем эти иллюзии. Возможно, стоило хотя бы какие-то стаки сделать этими иллюзиями. Ну, или хотя бы один стак. Хотя, в принципе, там не так сложно. И два попытаться сделать. Но мы видим, что как бы они просто стоят. Но, опять же, я, возможно, слишком многого требую от АМ. Но мне кажется, что надо от игрока полная. Учитывая, что это финал. Что Б-100 в 5. Так что не знаю. Да, у Фантом Лансера все хорошо, естественно. А вот в миде давайте посмотрим. 25 против 15. Я по крипстатам, конечно же, говорю. Так что мы видим, что ВР-ка чувствует себя более чем логоприятно на этой линии. В целом у нее все хорошо, но... Пока что никакие фраги сделать не получается. Опять же, квопа вот довольно сложная цель для... Каких-то фрагов. У нее есть блинк. Плюс она сама по себе не самый тонкий герой на ранних левелах. Конечно... Ну, посмотрим. Опять же, если загангать ее, то она может серьезно получить. Она потратила блинк, но, естественно, никакой инициации здесь последовать уже не может. Я, на самом деле, больше всего хочу посмотреть, как покажет себя все-таки Шедоу Шаман. Потому что, ну, наиболее интересная фигура на этой карте, как мне кажется, он. Потому что все остальное мы в целом видели очень часто. Инстайл Лансер не такой частый гость в последнее время. Но, в любом случае, ничего особенного. В его пике тут нет. А вот... Ну, и Огрмак. Вот эти два героя. Я хотел бы посмотреть, как они себя реализуют. Пока что, естественно, рано говорить о том, реализуют ли они себя. Но, пока что мы видим, что он пытается напрягать, пытается что-то делать. Единственное, не знаю. Шейкл он сам себе сбил. Что довольно странно. Учитывая, что это кастующаяся просто способность просто ничего не надо дожать. Ну, и 19.31. То есть, мы видим, что явная серьезная доминация. Мы видим, заходит Найт Сталкер. Соник Вейв. Ну, не то ты должен был давать. Не то. У нее есть хоста, естественно. Она выживает. Сейчас еще на развороте накажет вот этого парня. Начну его... Да убивай его, алло. Чего ты боишься? Вэр. Ну, немножко... Не знаю. Видимо, она полагала, что рядом будет Квин оф Пейн. Но, естественно, Куапы рядом не было. Опять же, хоста и супер неудачные тайминги. Надо было давать нюк, а не сайланс. Или в начале как-то сайланс. Так, Дарксир здесь затерпел, но Дарксир вернулся. Найт Сталкер нападает. Войд и Даггер. И сюда моментальное ТП от Огромага. Огромаг отменяет свой телепорт. Опять же, он левел 2, плюс без маны. То есть, он как бы вряд ли чем-то смог помочь. Но, опять же, в полусражении вряд ли они успели определить. Плюс, я не думаю, что Дарксир обладал достаточной информацией, чтобы сказать вообще, есть ли маны у этого Огра. То есть, ну, это реально... Как бы непросто. Так, здесь у нас проблемы у Слардара. Шейклз. Ну, и Ланцер будет его ластить. Да. Ферст Блаз забирает Фантом Ланцер. Это, естественно, ну, удачная игра, на самом деле. Мы видим, что... Кстати, нет. Хекс и сеточка была в качестве у Шадоу Шамана. Я думал, нюк и сеточка, но... Мы видим, что пока что он дизейблищ. Опять же, огромное количество дэмэджа от этого героя. Ну, интересный сам по себе. Хороший герой. Я думаю, что вот он несколько недооценен. Как Бэйн, например, который сейчас начал появляться, но все еще незаслуженно редко. Ну, и пытается как-то саппорт. Опять же, Дарксир. Его абсолютно выгнали с его линии. Теперь он пытается подфармливать леса. Естественно, вариантов других у него просто не остается, потому что там он ничего не вывозит, но и помешать особо герокоптера не может. Герокоптер даже не милишный. То есть, Айиншелл ему никаким образом не мешает. Ну, то есть, как бы... Каким-то образом, может быть, немножко мешает, но не более того. Так, ну и что тут у нас? Ну, Дарксир мы видим, что не так уж хорошо стоится. Ну, мы видим, что здесь огромное количество стаков сделали саппорты команды Джот, но их, наверное, никак будет выфармливать герокоптер. Хотя здесь также есть Виндрейнджер, которая теоретически могла попытаться какими-нибудь пауэршотами застилить вот этих крипов, так как он новый пауэршот сейчас прошивает полкарты. То есть, там рейндж какой-то вообще нечеловеческий. То есть, 2600, это просто можно, не знаю, чуть ли не с мидл лупить, по этому крипам. То есть, можно было бы так сделать, но я не думаю, что они настолько заморочены. Я думаю, они оставят этот фарм герокоптер. Да, как раз он вот сюда перетягивается. У него есть флагкэнон, двоечку вкачанный. Так, и мы видим, что здесь Жук Найт Сталкер. Сидит в засаде, на самом деле, он может здесь найти свою погибель. Есть информация. Так, вошел кулдаун. Он забегает под кулдаун. И что, нет? Так, дают стан, дают замедло по нему. Ну, привязывают. И, ну, должен здесь... Ой-ой-ой, пауэршот крайне неудачный. И, судя по всему, Найт Сталкер выживает, поэтому. Что за пауэршот был, я не знаю. Не стоит его так долго заряжать. Да, это, естественно, приятно, но... Как мне кажется, что... Все-таки надо хоть что-то было нанести, и там уже можно было как-то подумать. Мы видим, что не получается, как-то герокоптера особо фармить. То есть, через кулдаун он пытался забрать, и... Ну, такое себе. Ладненько. Что, Дарксир? Вернулся на свою линию. Пытается немножко подпушить. Да, это, естественно, с двумя иншеллами у него получается очень бодро. Коин левел. Левел 5, Дарксирл... На треть... В троечку в качестве на иншелл. То есть, пушится линия очень серьезно. Но мы видим, что саппорт и сам герокоптер заняты несколько другим. Они пытаются выфармить то, что нас такали. Ну, и пока что с переменным успехом, на самом деле. Непонятно, кто кого-то выфармливает. Шкрипы. Конечно, не то, чтобы одолевают, но... Дофармить их будет тяжело. Да, да, злощи подстиливают. Так, здесь что? Здесь у нас почти погибает Слардар, и... Да. Все-таки Доппельгангер и последующая атака добивают. Ланцер делает соло фраг на Слардаре, что, естественно, серьезные проблемы. Это 2-0. Оба фрага сделаны, насколько я понимаю. Давайте посмотрим, что там по общей ценности. Да, Фантом Ланцер. Давайте посмотрим графики тогда. За трон, мы видим, полторы тысячи по Экспе ведут, по золоту. Преимущество также в районе полутора тысяч. Ну, неплохо. В целом, опять же, для этой минуты очень даже неплохо. Транквил, если бы докупил Слардар, не знаю. Наверное, так и играются. Шедо Шаман совсем не палевно поставил вард, конечно. Просто подошел и выткнул его. То есть, нет никаких сентрей. При том, что... Хотя, по идее, не было. И Найт Сталкер не понял, что его спалили, наверное. То есть, была инфа, естественно, по вот этому варду. Но Найт Сталкер, видимо, не заметил этого. Ну, и Шедо Шаман продолжает стакать. Пока что по экшену все туго, но я не знаю. Даже, по идее, тут все теоретически может таким и оставаться. То есть, тут не то, чтобы супер агрессивная какая-то игра пока что планируется. Так, Даггер послал удару. Соник Вейв. А блинка уже нету. Даггер его не добивает. Хотя... Прилетает сюда еще так же Даззл. Даззл будет прохиливать его. Да. Квапа. Приходит, запрыгивает Квапа, получает стан. Грейв дает Даззл по Свардару. И надо хоть кого-то забирать. Привязывает, естественно, под каким-то нечеловеческим углом. Фокус Файр. И, по идее, должен погибать здесь. Да, здесь что у нас? Ага, ничего. Найт Сталкер загулял немножечко. То есть, он пытался со своей Квапой как-то зааркадить. Но мы видим, что ничем хорошим это не закончилось. Даззл поцелил своего Свардара. И ничем нехорошим это, как я уже сказал, не закончилось. Гирокоптер имеет у нас Аквилу и ПТ. Везет на себе барабаны еще. Неплохо. Опять же, он имеет второе место по Нетворсу. А что там у Лансера у нас? А Лансер Тифуза. То есть, как бы, шутки шутками. А сейчас этот товарищ может, как бы, наказать уже кого-нибудь. Тот же Свардар, я так понимаю, терпит от него по полной программе, учитывая. Так, и будет попытка забрать Гирокоптера, судя по всему. Прилетает сюда Дарксир. Также здесь мы видим Найт Сталкер. Найт Сталкер спалился, по идее. По идее, спалился. Как-то он подобильно настоял. Так как здесь нету вот этих деревьев. По идее, был вижен по нему. Как он здесь стоял. Хотя, может быть, и нет. Я не настолько шарю в этих виженах. Как-то больше, мне кажется, поважнее другие элементы этой игры, чем... Ну и смотрим, опять же, будет ли попытка. Здесь Даззл. То есть, легко забрать не получится. У него есть манга. То есть, отсутствие маны на Грейв, оно, как бы, моментально восполнится. Ну и что, Найт Сталкер. Ночь начнется буквально через пару секунд. Ну, через 10, по идее, да? Так, но мы видим, что здесь тоже будет неприятная встреча. Сейчас ставится Сентрик. Привязывает у нас Шедоу Шамана. Квапа ничего не может делать. Ничего не может делать. Погибать здесь будет Шедоу Шаман, скорее всего. Его также подожгли. Пауэршот. Пауэршот мимо. Запрыгивает Квапа. Убивает Огармага. Что тут у нас по Шаману? Шаману кидает еще яд. Отличный вакуум. Отличная стенка. Убивает Даззла. Лордар пытается разменяться как-то, но это просто трэш. Это просто трэш. Это минус 3 на ровном месте. Это вот Даззла спас... О, Даззл, простите. Шедоу Шамана спасали всем, чем только можно. В итоге выживает. А вот ребята из Джотто, они как-то... Не знаю, не очень. Так, что-то я не совсем понял. Вау. Ладно. Ничего не могу понять. Я вообще в первый раз, на самом деле, на таких финальных играх. И как-то тут все очень сложно. Но ничего. Сейчас оценим что-нибудь. Сейчас разберусь. В любом случае, тут игра не то, чтобы очень... Какая-то активная, но... Надо все-таки повнимательнее. 1-5. Еще давайте заценим, что там по графикам у нас. По графикам мы видим, что... Так. Нет, мы видим, что здесь... С Лордаром. Какой-то кипиш. Он... Ой-ой-ой, как больно его пробивает нюк. Опять же пошло за медло. За медло. За медло. За медло по Дарксиру. Опять отличный кулдаун залетает. Шедоу Шаман должен здесь погибать. Шедоу Шаман погибает. Лансер также в не очень хорошей ситуации остается. Надо отсюда, наверное, уходить. Хлопа запрыгивает. Суник Вейв убивает Гирокоптера. Могла попасть по двоим, но... И уже, как бы, ТТ, по идее, будут здесь побеждать. Войдом сбивают одному ТП. Он здесь явно как-нибудь погибнет. А Огрмак также отсюда не уходит. Это, получается, 3 в 1? Или... Нет, не в 1. Почему в 1? 3 в 2. Да, Шедоу Шаман погибал. Его кулдауном прибило. Такая себе драка, на самом деле. Но это хоть какой-то размен. На этот раз это не какие-то халявные фраги для Зетрон. То есть, хоть что-то сделали. Ну и... Начинает падать Т1 по боту команды JOT. J-O-T. Или не знаю, как это называть. Может, там через... Не суть. Телепортируется команда JOT сюда и... Ну да, драки, в общем-то, не получилось. Что там по кулдауну? Был кулдаун. Можно было попробовать что-то придумать. Но мы, видимо, побоялись. Опять же, Герокоптеру нужно выформить что-то. Ему нужно много чего в этой игре. Так как Лансер уже наваливает серьезно. Мы видим. Плюс он сам по себе, товарищ, довольно... Плотненький. То есть, у него армор очень хороший. То есть, физушка его не так просто пробивает. А магического дэмеджа тут не так уж и много. Да, есть два вина с армора, то есть... Но все равно. В любом случае. 12 армора. Там уже как бы не шутки. И там плюс еще сколько? Плюс 3. То есть, 15 армора. Плюс ботл мы видим. Это его ботл? Да, это его, судя по всему. Ботл, по крайней мере. Ник не пишется. Значит, по идее, это его. Ну и мы видим, что подетворцом все еще на первом месте. Герокоптер немножко отставать начинает от него. Ну и что? Будет ли какая-то попытка забрать кого-то в миде? Так, блинкается у нас ВР, получает Хекс. Заходит Слардар. Шейклз. Минус армор. Амплифай дэмедж привязали. И, ну да, здесь ясно понятно все, в принципе. Что с этим шедоушаманом будет дальше? Так, Найт Сталкер. Да, шедоушаман, конечно, очень тонкий. То есть, его убивали, а плюс еще амплифай дэмедж. То есть, там тычки будут залетать такие, что просто бред привязывает у нас Найт Сталкер. Отличная игра Твин Дрейнджер, Найт Сталкер, до свидания. Герокоптер, забирай этот фраг. Так, здесь какая-то у нас заруба нечеловеческая. Судя по всему, Квапа... Ну нет, она не убьет. Опять же, из-за недостатка мана была обмана, она сейчас убила Фордара. Потому что Соник Вейв был. Ну и упадет Т1 в миде у команды Затрон. По идее. Ну да. Не будет никто динайить. У нас герокоптер золотых хитил, опять же. Ой, ну шедоушаман, ты меня огорчаешь, братское сердце. Ну за что ты меня так? Как по мне, проигрышная тактика раскачки у шедоушамана, абсолютно проигрышная. Но пока что мы видим, что его команда выигрывает, значит выигрывает и его раскачка. Как по мне, так все-таки без нюка играть это полный бред. То есть, это все равно, что он, не знаю... Ну не знаю, но это реально тупо. То есть, мне кажется, что все-таки стоит максить у нас нюк и там как-то уже раскачивать. То есть, равномерно. Ну, не знаю, в общем. В общем, я крайне не согласен с этой раскачкой. Не суть. Не буду долго заморачиваться, но я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть, количество дэмэджа, которое вносит этот нюк, плюс это такое специфическое, но все-таки АОЕ. То есть, по 7 целей можно шваркнуть по всей команде так, что как бы залетит ОГО. Но я не знаю, почему он так решил, но решил, значит решил. Так, ну и что? Джот у нас пушат. Будет ли... найдут ли лансера? Лансера хоста. Лансера хоста, его находят, его привязывают и, судя по всему... Отличный краш, кстати, был. Лансер дупельгангер, пытается уйти, ракета летит, стяжка... Да почему? В обратной последовательности, брат, делается это. Ты ставишь стенку и затягиваешь на нее. Ой-ой-ой, какая хорошая привязка, но забрать вряд ли получится. В одиночку она здесь явно никого не сможет забрать. Пошел кулдаун, кулдаун зацепил только одного... Дарксира, и то он под сурджом. Шадушабан, хиксанул гирокоптера. Что дальше будет? Это продолжение. Разменят с нюками, и очень много нюков влетает. Воггармага, на него вешается грейв, грейв немножко раньше. Привязали его, и, судя по всему, его отдают здесь. Да, вакуумом его Дарксир застелил. Ну, то есть дали вообще все. То есть, я не знаю, на самом деле... А где змейки были? Или он где-то... Ага, я понял, где были змейки. Продолжается погоня. Здесь мы видим, под даггером бежит Салатара. Он очень серьезно от всего горит. Ну и что будет? Продолжение. Да, запрыгивает в Клапану. У нее блинка теперь нет. У нее есть Соник Вейв. Ну и... В принципе, понятно. Знает, сталкер здесь, по идее, погибнет. Я не думаю, что здесь что-то спасет. Мекки нету, ничего нету. Сурджанули. Ага, урны есть. Так что, в принципе, выжить должен. Опять же, ракета там у гирокоптера во сколько вкачана? В единичку. Так что, никакой угрозы она пока что не представляет для себя. Да, 500 дамеджа, конечно, на четвертом уровне раскачки. Это просто жесть. Ладненько, смотрим. 5-10. Давайте заценим, что там по графикам у нас происходит. По графикам мы видим, что ТТ ведут больше 5000 по экспе. По золоту у нас тоже больше 5. То есть все делает. Стремится к 7,5. А 7,5 это такой рубеж опасный. Так, Вендрейнджер где-то пытается погибнуть. Нет. А то я думаю, она умирает, пока я не смотрю на нее. По ХП. Увидел, что она что-то просевшая сильно. Судя по всему, КВП ей объяснило что-то. Да, у КВП есть Аганим, уже неплохо запаковано. Второе место по Нетворцу. Первое, естественно, Фантом Лансер. Лансер дособирал себе ПТ. У него есть Боттл, у него есть Базила и Диффуза. 2500 сверху. Я не знаю, что это будет. Возможно, это будет какая-то ранняя тараска, которая в целом зайдет здесь более чем хорошо, потому что оно... Почему бы и нет? В общем, не суть. Ну, на самом деле, против Сладара хорошо заходит Сларк, как выяснилось. Так, и тут что за попытка стакнуть вообще чужой команде, чужих Эншинтов? То есть, они стоят на варде, но их не видят, естественно. Опа, здравствуйте, ребята. Залетает колдаун, привязывают на этот сталкер. Очень хороший сниквейв залетает. Можно попробовать. Стяжка, стенка отличная, моментальный. Минус 2, минус 3. И, по идее, вот этого пацана здесь тоже никто не отпустит. Минус 4, и выживает одна виндрейнджер. Очень хорошая драка. Какие же псарские раскасты вообще. Просто посмотрите на вот этого пацана. Обделался легким испугом. То есть, 49 хп, это при условии, что он уже бежит, хрен знает сколько времени. На этот сталкер, конечно, что-то какие-то страшные мупы делают. Клопа запрыгивает. В итоге сейчас просто закидают нюками у нас виндрейнджер. Ну, неплохо. Опять же, Т2 будет падать. Очень хорошая драка была для ТТ. Ладненько. Не смогли допушить Т2. Но, опять же, в любом случае, драка более чем хорошая. Она очень серьезно скажется на графиках. Сейчас мы видим, что более 7,5 теперь по хп. И я полагаю, что по голде в целом должно быть то же самое. Да, больше 7,5 по голде. Герокоптер отстает совершенно серьезно уже. То есть, 6600 и 9700, это уже серьезная разница. Ну и что, сейчас можно встречать. ВР как будто-то очень серьезно бежит, что душаман погибает. Хексанул, конечно. А еще какая-то ракетка. Ой, ну вот прям не надо так было. Развела. А это очень хороший мух, на самом деле, от Квапы был. То есть, как она спасла своего тиммейта, который здесь явно умер бы уже. То есть, я не знаю, как у него там сердце не прихватило. И он не скончался только от этого. Аж такой количество героев, он должен был погибать. Если бы они не купились на эту иллюзию. И не привязали ее, фокус фаер не потратили. И все, что только можно. Что мы в ВР-ке? В ВР-ке, ну, пока ничего особенного. Нет ни Аганимского, ничего. Второй раз они практически не купились. Да, пошел ВИФ, опять же, дефить уже не вариант. То есть, будет очень много армора. Но здесь мы видим, что навязан размен. Ланцер забирает Т2 по топу. Ланцер его, скорее всего, заберет. Пошел фулдаун? Нет, не заберет. Фулдаун, естественно, убьет иллюзию. Но, в любом случае, надо динайдить эту вышку. Герекоптерчик неплохо накидывает. Довольно быстро стреляет. Ну, да ладно. Здесь у нас у Слардара. Мы видим какие-то проблемы. Попытка синициировать. Привязывает. Привязывает довольно удачно, чтобы у шамана. Но убить его пока что не получается. Езайд Меху. А вот Огромак здесь, скорее всего, и останется. Езайд Сегрейв. Отличный вакуум. Стенка, возможно, лишняя. Да. Погибает Огромак. Погибает здесь, естественно, будет Дазл. Ну, пытался он ТП сделать. Но это, естественно, такое себе. Так как Нюк на этой сталке разбивает касты. То есть, ничем хорошим это, естественно, не заканчивается. Ну и 5-16 ставим со счет. То есть, ситуация для Just One Team только усугубляется. То есть, никаких пока что положительных моментов для нее я не вижу. Мы видим только какой-то ужасный абсолютно график для них. Так. Что-то я вот все-таки не могу понять. Какой, собственно говоря, счет? Я, короче, не знаю, ребят. Я буду уточнять. Потому что у команд самих. Шидо Шаман здесь погибает. Его по Рошоу там забирает. Была попытка его подсейвить. Но эта попытка ничем хорошим, возможно, даже не закончится. Нужен Блинк Даггер на... А, Блинк Даггер есть. Краш. На этот сталкер. Куда ты вообще пришел, расскажи мне. Что ты делал? Даблкил. Что-то я пропускаю, по-моему. Где-то здесь Соник Вейв был. Судя по всему крипов отпушить или как-то так. И заходит на Рошона. Опять же, минус армора более чем достаточно, чтобы здесь много чего интересного сделать. И начинает падать он. Опять же, танчить его довольно тяжело, учитывая, что даже щитка нет у Свардара. То есть он получает очень серьезные тычки. Ну, и Огрмак тоже должен забафать, да. По идее, упадет достаточно быстро. Я не знаю, почему Даззл не повесил вив. То есть у него он в кулдауне. Я не знаю, когда он его потратил. Так, очень хорошая стяжка мы видим. И крайне приятно. Опять же, стенка не самая лучшая. Но в любом случае... Что будет дальше-то? Будут пытаться убить или как-то... Опять же, Найд Сталкер пытается что-то сделать. Но вот тут есть змейки. То есть их можно тоже как-то удачно поставить. Но так, гирокоптер улетает. Мы видим, что здесь пуш, но давайте посмотрим. Здесь ставятся стенки. Минус моментально. Егис, опять же, стягивает второго товарища на хайграунд. Это минус саппорта. И вот этого, по идее, тоже никуда не денут. Надо хватать, да. Но заковыряют. В любом случае, виндран закончился. И как бы никаких перспектив на выживание тут нет. Команда ТТ очень серьезные вещи сейчас делает. Я не знаю, что вот эти пацаны уходят. Учитывая, что подкрепления-то ждать нет кому. То есть пороханцы не придут. Так что можно все-таки осаждать дальше тут. Крепость. Ну, не знаю. Опять же, побоялись. Не знаю от чего. Это абсолютно неоправданный страх. Можно было дальше продолжать пушить. Учитывая, как серьезно получал гирокоптер. И... А кто был второй? Гирокоптер и... И вот этот, по-моему. Слордар товарищ. Не помню точно, кто был второй. Ну и начинает Т2 по боту падать. Это последняя внешняя вышка у команды JUT. Да. И падает Т2. Последняя внешняя вышка, как я уже сказал, упала. Упал также Дазл, который куда-то что-то зашел. Он, возможно, пытался прикинуться иллюзией и, типа, развести, но... Не развел. Ну, развел на ману, пацаны. Типа, дальше сами. Потому что я не знаю, какой смысл сейчас было так заходить. Он просто пошел, умер. Не знаю. Так, ну что у нас тут? Бабочка. Появляется у нас у Фантом Лансера. Это не Тараска, это бабочка. Он решает уйти в дэмэдж. Хотя, в принципе, бабочка такой артефакт, который дает не только дэмэдж, а, естественно, еще и под сейв неплохой достаточно. Ну, как-то у них это не сложилась попытка застакать все-таки. Что они делают? Непонятно. Они сами не знают, что они делают. То ли стакать, то ли не стакать. Не знаю, что. Не знают сами, что хотят. Ну и что? Видим, в смоках идет команда J.O.T. Находят Лансера. Пошел холдаун. Холдаун мимо. Залетает Свардар. Тоже мимо. Все вообще мимо дали. Ничего теперь нету. И что? Будут драться. Найт Сталкер заходит. Дает нюк. Получает много всего. Получает минус армор. Так, ну что? Будет контратака от ТТ. Возвращают у нас Огрмага. Огрмага продали. Запрыгивает Хлопай. Узайт Юл. Вер. Даггер. Соник Вейв. Даггер нужен был. Нужен был Даггер. Ну и здесь как бы неприятная ситуация у Даззла. Нет. Нет, выходит. Ух ты какой. Вот так вот. Ну и так просто. Недооценил я его. Ну, 21.8 в любом случае игра практически односторонняя. Неизвестно мне что тут. Опять же, надо определиться все-таки какой счет. Потому что что-то это... Не, ну по идее 1-0 и команда The Throne лидирует. Ну то есть, а в одну карту у них преимущество. По крайней мере, моя начальница сказала именно так. Это же не все так просто. Ну и что, будет ли осада или опять же отойдет команда ТТ. Они пытаются сыграть Вернякова. Опять же, у них это в принципе может получиться. Манту будет себе собирать Фантом Лансер. И Найт Сталкер дособирал себе Аганим. Хорошие затары. Ну и Винрэйджер ставит паузу. И надо пока, может, у команд спросить. Потому что я уже начальство так надоел. В любом случае, ТТ пока что выглядит как более серьезная команда. По крайней мере, мне так кажется. Смотрим. Ладно. Что у нас тут привязывают? Нет, не привязывают Найт Сталкера. Опять же, с ДД у нас Винрэйджер. То есть, неприятно будет сейчас под нее подставиться. Опять же, Найт Сталкер имеет очень хороший вижен. Сейчас видит он все вообще. Но вот, я не знаю. Опять же, я не настолько люблю этих Найт Сталкеров. Опять же, ну потрать ты 3000. Вот следующие 3000. Или сколько там? Там даже не 3, по-моему. Или 3 ровно. Я не помню, только или 2. Сколько суммарно он стоит? 2300. Боже, да потрать ты эти 2300. За то, сколько пользы ты своему Лансеру принесешь. Каждая из иллюзий будет... Ну, в общем. Я думаю... Ну, как бы... Воспитательную беседу надо произвести. Вообще, со всеми, кто играет... Провести... Кто играет на Найт Сталкере. Потому что, ну блин, если у тебя милиш на Керен, на Найт Сталкере, да собери ты этот Владмирс. Он всегда полезен. Он в процентах увеличивает дэмэдж. Он и в лейте будет норму заходить. Ну, то есть, в лейте, то есть... Ну, как бы... Таджи Лансеру ему не нужно в лейте. А на Найт Сталкеру почему бы и нет? Ну, не знаю. Это мое личное внимание, естественно. То есть, я думаю, найдется 1 миллион человек, которые не согласятся с тем, что... Так стоит играть. А скажут, что надо именно так, как тут. То есть, да, естественно. Аганим хорошая вещь. Но дальше собирать стоит все-таки Владмирс. Или же сразу Владмирс. Потому что это 3000. Это не так много. 2300, вернее, простите. Не 3000, это 2300 всего лишь. А сколько пользы-то? То есть, Лансер... Ну, Дарксир, опять же, он как бы с руки нифига не бьет. Ну, и сам Найт Сталкер-то с ручками-то все-таки ковыряет кого-нибудь. То есть, Ябас... Ну, это я, опять же. То есть, не знаю. Не знаю, почему собирается. Опять же, Инессик играет так же. А он все-таки заслуживающий уважения товарищ. Так что, возможно, я не прав. К сожалению, мне не с кем это обсудить. И некому поставить меня вообще на путь истинный. Так, что у нас тут? Виндрейнджер подпушила, но ушла. Опять же, будет Денайд. Да, Найт Сталкер за Денайд. Квапа разминулась с ВР-кой. Неприятно. Хотя, я не знаю, на самом деле. Ну, опять же, там Юл был. Но тут, блин. Не знаю, там была у кого скорость кошки реакция Мангуста. А тот, по идее, побеждал бы в этой драке. Кто первый убежит или кто кого... Кто первый синициирует. Ну, 21.8. Давайте заценим, что там ситуация по графикам. Больше 12 тысяч по XP. По золоту. Ну, та же ситуация. То есть, ТТ очень серьезно лидирует. Но пока что мы видим, что команда JUT не сдается. Они опять юзают смоки. Будут пытаться забрать кого-то. Виндран только. Наверное, не надо было юзать. Да, вот ТТ тут все хорошо пока что. Но им не стоит затягивать. Любому случаю искушать судьбу не надо. Но и бежать на пролом не нужно. Нужно играть грамотно. Нужно забирать Владмирс. Я вот буду капать на мозг всем, кто не собирает Владмирс. Медалька. Ну, зачем? Медалька хорошая вещь. Ну, пусть медалька соберет... Не знаю. Даркфир. У которого тут-то есть все. Вот ему кроме Баленка и больше... По сути ничего не надо. У него есть уже Гвардиан Грифс. То есть, можно, конечно, всякие аганимы собирать, фиксы. Но это, естественно, если говорить о... В зависимости от того, о каких суммах мы говорим. То есть, лучше всего здесь Владмирс было Найт Сталкера собрать. Потому что, ну, это очень хороший артефакт. Он... Цена-качество у него соотношение более чем разумное. Но почему-то не хочет. Опять же, при Милишном Ланцере... Ну, не знаю. Опять же. У меня это какая-то... Какой-то пункт такой личный насчет этой фигни всей. Да, иллюзии слабовато еще. То есть... Ну, вернее, не сильный. Но надо бы им немножко пожирнее стать. Надо бы им как-то пожирнее. 6-0-3. Мы видим, что счет у нас у Фантом Лансера. Давайте пробежимся по закупам вообще в целом. Что у нас тут у кого есть? БКБ появилось у Гирокоптера. ВР появились криты. Здесь пока ничего. Здесь мы только что видели. Здесь мы тоже видели. Видели. Аганим, Юл. И какой-то бустерок. Бустерок. Не знаю, на что. Наверное, на какой-нибудь... Ну, не знаю. Вряд ли это будет Ленка. Я думаю, это Хиксуля все-таки будет. Хотя... Ну, нет. Думаю, Хиксулька. И здесь, судя по всему, манты. Тут до нее копейки остаются. Ну, не то чтобы очень. Не то чтобы прям копейки, но чуть-чуть. Но пока что, опять же, у ТТ все очень хорошо. Они могут попытаться закончить в ближайшее время. Да, надо выключать скайп. А то начальство это отвлекает. Ну, оно даже не мне пишет. Я все равно отвлекаюсь, как дурак. Ну, и смотрим. Что? Есть Рошан. Будет ли команда ТТ его забирать? Опять же, Лансер очень серьезный герой. Но так, здесь у Квапы проблема. У Квапы... Воу. Да, нет. Добивает все-таки. Викид Сик у нас, говорит. Аннонсер. И мы видим, что Квапа более чем серьезный. 2200, да. Судя по всему. Но, опять же, Лансер, вот, я, по-моему, не договорил. Несмотря на всю свою силу, он как-то, это, плохо забирает Рошиков. Опять же, его сила в его количестве. А здесь... На этом поле тут это особо не работает. Так как иллюзии, насколько мы знаем, при первом же ударе исчезают. Они, по идее, фактически даже не делают этого удара. Или делают. Я не знаю, они удар делают и исчезают, или они... То есть, как бы, не нанося урон, бьют и исчезают. То есть, если... Я знаю, что ими танчить можно, если они не бьют. Лансер забирает у нас Аегис. Я не знаю, зачем именно Лансер, потому что учитывая... Ну, хотя да, он довольно тоненький гирвайд. Но, в любом случае, если он зайдет на хайграунд, его моментально сотрут в порошочек. И, как бы, ничего от него не останется. Ладненько. Манта? Да, манта появляется практически. Остался шарик один. Лансер до манта. Будет он еще плотнее. Ну и что, будет попытка заходить? Послали иллюзии, иллюзии. Ну, иллюзии не туда. Алло. 100 хп, ну ты че, это не серьезно. Сейчас можно было бы как Нага Сирена заправская. Да, кстати, мы видим, что вообще дайра делают. Они какие-то абсолютно бесчеловечно поступают. Не оставляют никаких шансов врагу. Вот мне нравится, на самом деле, как они играют. То есть, я ожидал худшего, на самом деле, от АМ серии. Но мы видим, что... Как бы в 7 серии бывают, ребята, и похуже. А здесь вроде... Вроде неплохо играют. Да, опять же, я лично не согласен с айтем-билдами некоторыми. С пиком я не совсем согласен. Плюс скилл-билдом я категорически не согласен. Так, ну к этим вопросов нету. К этому вопросов тоже нету. Но про остальных я вроде сказал. То есть, у ТТ тут все неплохо. Играют они достаточно в высоком уровне. По крайней мере, для своих, не знаю, сверстников. Не знаю, как это называть. Манта довелся себе. 1600 хп. 16-13, если быть точно. И теперь он будет посерьезнее. Опять же, мид практически упал у... Я имею в виду башню. Здесь башни фуловые. Опять же, Тавра пушить тут есть кому. То есть, если начать драку, то варды, шеду, шаманы могут быстренько с ними разделаться. Но опять же, не только. Но варды шеду, шаманы, наверное, в приоритете будут бить все-таки вражеских героев. По лицам бить несколько важнее. Ну и заходят толпы иллюзий. Ставятся варды. Дает нюк по гирокоптеру. Моментально погибает один саппорт. Моментально практически погибает второй. Нет, второй выживает. Пошел кулдаун. Кулдаун не очень удачно. Попадает только по лансеру. Ну и что? И зайца глиф. Ой-ой-ой-ой. Бедный шеду шаман. Так он пытается жить. Лансер тут и выйдет. Все, что только можно. И на развороте что будет? Дает нюк. Соник вейв отлично стяжка. Стенка и моментальный минус... Нет, лол, ни одного минуса. Просто посмотрите, какие они лоу-хиповые. Минус 2, минус 3. Вэр погибает тут с дазл. Вэр также погибает. Но не по шансам, правда. То есть даже байбэк виндрейнджер тут вообще ничего не нас. То есть мы видим, что... Да, они потеряли много героев. Ну, двух. Но опять же, они в любом случае даже после байбэка виндрейнджера остаются 2 в 3. Плюс стоит стенка. То есть драться на ней крайне неприятно. Ну и это минус мид, скорее всего. Бот уже упал. Я думаю, по идее, мид тоже должен упасть. ГГ. ГГ. ТТ выигрывает. Очень неуверенно эту игру. Первую карту. Опять же, это Бестов 5. Так что мы еще насмотримся на их катке. По идее. Вот. А пока что небольшой перерыв. И начинаем. Вернемся на следующую карту. Продолжение следует... Продолжение следует...